Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Тяжелая авария в Махачкале. Сразу трое человек погибли и двое попали в реанимацию. Главные врачи районных больниц под ударом. Глава правительства Дагестана пригрозил медикам увольнением. Отдыхать, не работать. Что население республики думает о длинных выходных, узнавали наши корреспонденты. Смертельное ДТП на проспекте Петра I в Махачкале машину разорвало на части после аварии. Три человека погибли, двое попали в реанимацию. Накануне ночью 26-летний водитель Toyota Camry на скорости 160 км в час проехал перекресток на красный свет светофора. На одном из участков пути он не справился с управлением, врезался в дерево, а затем в опору электроосвещения. От удара легковушку разорвало на две части. В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте. Еще один пострадавший скончался в больнице. На данный момент двое мужчин находятся в республиканском центре травматологии. Уволить главврачей больниц всех районов, чьи здания выходят к руслу реки Аварской Кайсу, пригрозил председатель правительства Дагестана. Абдулпатах Амирханов дал недельный срок на выяснение всех обстоятельств и поиск реальных виновных в сбросе опасных медотходов в водоем. Одной рукой лечим, другой рукой закидываем эти отходы в реку или в мусорный ящик, куда вы не имеете права закидывать. И, соответственно, весь отход попадает или на свалку, или в реку, куда люди воду пьют. К сожалению, я не могу понять людей в белых халатках, которые с такой легкостью могут совершать такие поступки. Или вы сами между собой определитесь по-честному, кто это сделал. Если не определитесь, я попрошу министра здравоохранения вот этих всех главврачей наказать только до увольнения, как ибо они не были специалистами. Мне такие специалисты точно не нужны. Судя по тому месту, где нашли сприцы и отходы медицинские, это селение Чалдав, в районе селения Чалдав, Гиргеймского района. Сунцикульского района туда точно не могло это попасть, если не подвезли и не выкинули. Северношинского, Гиргеймского района, с той стороны тоже она не могла попасть. Остается ряд в горных районах, откуда это все могло попасть, где кто мог это выкинуть. К сожалению, это Шамильский, Сландавский. Дальше какие районы там? Универский, Шамильский, Гиргеймский, Террата. Шприцы, лекарства, все в воде. Напомним, на днях в реке Аварской кайсу были обнаружены мешки с использованными одноразовыми шприцами, а также системами для внутривенных инъекций. Проверку по данному факту проводят следственные органы. Роспотребнадзор не исключает версию, что отходы были выброшены не единым учреждением. Отдыхать, не работать. Первая неделя выходных началась в Дагестане. Система QR-кодов применяется уже с 28 октября в кафе, салонных красоты, фитнес-залах и торговых центрах. При этом в регионе наблюдается низкий уровень вакцинации. Власти Дагестана призывают использовать 10-дневные выходные для того, чтобы сделать прививку. Охотно ли вакцинируются жители республики и что они вообще думают об ограничениях, и как это влияет на малый бизнес, узнавала наша съемочная бригада. Каждый день цифры пандемической статистики растут и пугают. Правительство объявило нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. По мнению властей, выходные нужны, чтобы не допустить рост заболеваемости коронавирусом. Ну а что же об этом думают жители республики? Я вообще к этому отрицательно отношусь. Я думаю, они не нужны были в общем. Вообще не нужны были. Почему? Ну а зачем? Как бы люди и так гуляют. Нету такого картины, как было тогда, в 20-м году. Я была за вакцинацию, я вакцинировалась. Да, вот есть возможность людям, наверное, подумать над этим. Я считаю, что те выходные для того, чтобы подумать, кто не сделал, сделал. Почему? Если сейчас вот такое положение такое. Нет, нет, я против, что прорвели выходные. Категорически против. И вообще я против вакцин тоже. Если школьники и студенты радуются выходным, то владельцы малого и среднего бизнеса страдают. С введением новых ограничений для них наступила черная полоса. Режим нерабочих дней ударил в первую очередь по сфере обслуживания. Посещаемость ресторанов и кафе снизилась почти на 70%. Очень сильно, конечно, у нас посещаемость почти в два раза упала. И кто-то из гостей, причем, ну, нам приходится, да, кого-то огорчать, обижать, но, соответственно, выпроваживать. Но при всем при этом большинство гостей к нам лояльны, да, кто-то на доставку перешел, кто-то на вынос заказывает. То есть, ну, мы нисколько переживаем за сам бизнес, да, сколько за персонал, который работает, перед которым мы несем ответственность и так далее. Да, мы не можем полностью сократить штат. В городе можно увидеть плакаты, призывающие к иммунизации, ношению масок и требованиями предъявить QR-код. И если молодежь стремится сделать вакцину для того, чтобы беспрепятственно посещать кафе и кинозалы, то взрослое население больше беспокоится о последствиях, которым приведет болезнь. Неположительно отношусь к поведению людей. Не соблюдает они ничего. Ни масках не ходят, дистанции не соблюдают, интервалов нет. Как ходят из изображения, ходят как бараны. Если мы сами себя не будем защищать, сами не будем оберегать себя, оно нас не будет беречь. Мне жалко это медицинских работников и милиции. А у нашего народа не хватает мозгов, чтобы соблюдать вот эти элементарные порядки, соблюдение вот этой дистанции, маску носить, руки помыть, обрабатывать. Вот такая картина. Я уже ревакцинировался. А побудила гражданская ответственность. Самое главное не коды, а самое главное, чтобы была ответственность, чтобы носили маски, когда надо. Чтобы лишний раз не ходили, не толкались и не забывали, что у них есть дети, внуки и думали о них. В Минздраве Дагестана заявили, что темпы вакцинации после введения ограничительных мер постепенно ускоряются. Заметно это и по очередям в прививочные пункты. На сегодня вакцинировались почти 528 тысяч человек, в то время как от коронавируса в Дагестане только в октябре не стало 244 человек. Ларьяна Шимхалаева, Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Вместо многоэтажек объекты социальной инфраструктуры. Власти Махачкалы планируют построить школу на отсуженном участке общей площадью 7 тысяч квадратных метров в микрорайоне Кислородная станция. К слову, в данном микрорайоне несколько общеобразовательных учреждений, которые работают в трехсменном режиме. В ходе проверки было установлено, что данные земельные участки были поставлены на государственный кадастровый учет с грубым нарушением норм земельного законодательства. На основании собранного проверочного материала было направлено в суд исковое заявление об истребовании собственности муниципалитета земельных участков общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Решением Ленинского районного суда города Махачкалы исковые требования были удовлетворены в полном объеме. В случае, если Верховный суд Республики Дагестан оставит в силе решение Ленинского районного суда города Махачкалы, администрации города планируется строительство социальных объектов на возвращенных земельных участках. Кроме того, администрации города Махачкалы совместно с прокуратурой советского района города Махачкалы планируется подача в суд исковых заявлений о возврате в собственность города Махачкалы земельных участков общей площадью в порядке 10 тысяч квадратных метров. Работа в данном направлении будет продолжена. Отметим, что под руководством мэра города у муниципалитета возвращено уже свыше 200 гектаров земли, на которых воздвигнуты новые школы, детские сады и поликлиники. Благодаря той работе, которую мы планово с 2019 года проводим и год за годом, шаг за шагом, участок за участком, более 200 гектаров земли удалось нам в судебно-предвизионном порядке благодаря помощи слаженной правоохранительных органов вернуть собственность муниципалитета. Это позволяет нам сегодня формировать земельные участки под строительство социальных объектов, что самое важное для нашего муниципалитета сегодня, самое важное для нас будущее наших детей. Из числа тех земельных участков, которые мы отсудили, уже сформировали более 20 участков для реализации строительства школ в рамках национальных проектов. Общей численностью 6444 ребенка. Все эти образовательные учреждения, они большей частью запланированы по периферии. Это у нас ТАСААФ 400 место школы, это у нас ИПОДРОМ 400 место школы, это у нас Шамхалки 50 школы. Станция газораспределения – очень проблемный участок, где очень большая нагрузка идет на близорасположенную 56-ю школу. Мэр Дербента навестил больных, лежащих в ковидном госпитале. Рустамбек Пермагомедов пообщался с пациентами в красной зоне, поинтересовался о течении болезни, наличии лекарств и внимании со стороны медперсонала. Отзывы пациентов были положительными. Многие люди высказывали сожаление, что не привились вовремя, что осложнило течение заболевания. Вот 10-й сутки идет на выздоровление. Как зовут вас? Меня Низан зовут. Очень приятно, Низан. Лекарства хватает, удобство есть в палате, все есть в самом госпитале. Ну все, вам главное лечиться и свое здоровье поправлять. Температура дома, вот он был крайне тяжелый. Да, питание все хорошо. А лекарствами как дела? Очень хорошо. Самые дорогие какие были. Ванка медицин. Я имею в виду лекарства здесь, вы же ничего же не покупали. Ничего, нигде ничего не покупали. Если бы возможность была вернуться назад, наверное бы... Вакцинировался. Вакцинировался. Однозначно. Однозначно. Я почувствовал здесь, что это такое. Ну сейчас как думаете, будете вакцинироваться? На будущее вообще. О вакцине что думаете? О поводу, обязательно. Проблемы одни, да, не вакцинированы. Дома занимались самолечением и вот мы наблюдаем результат. Ситуация с COVID-19 в Дербенте остается напряженной. Количество поступающих больных увеличивается, говорят врачи. Очень много больных, которые идут в запущенной форме, которые в основном свои лечения проводят на дому, не обращаясь к медицинским работникам и уже попадая сюда получают, к сожалению, КТ-3, КТ-4 иногда, у которых сатурация резко падает. Поэтому хочется сказать и обратиться к всем нашим горожанам, чтобы своевременно обращались за медицинской помощью. Поэтому еще раз хотим обратиться от имени всего коллектива ЦГБ города Дербента, чтобы люди своевременно вакцинировались. Этим мы поможем и себе, и нам. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания.